Всем привет! Вы на канале Интересные путешествия. Канал Интересные путешествия продолжает пляжный сезон в Калининградской области. Сегодня мы в Пионерском курорте. Погнали смотреть пляжи. Вообще добраться сюда можно на электричке, на автобусе. Я думаю, даже маршрутки ходят с вокзала, на такси, естественно. Можно взять в аренду автомобиль. С этим проблем как бы тоже быть не должно. Но главное, что ходит общественный транспорт, и можно добраться в Пионерский... А до Калининграда как добраться? А в Калининград можно прилететь на самолете, приехать на поезде, забронировать жилье, в Калининграде и наслаждаться отдыхом. Ссылки мы всегда оставляем в описании на агрегаторы, где вы найдете самые выгодные цены на авиабилеты, на проживание и, конечно же, на сами туры. Мы сейчас прошли через чудесный парк, где поют птички и тенек. В тенечке, конечно же, не так жарко. На самом деле, сегодня на улице плюс 30. Ощущается это в Калининградской области, мне кажется, как плюс 40. Ну, короче, жарко. Ехать без кондиционера в машине практически невозможно. Мы с вами перемещаемся сейчас на пляж. Подходим к пляжу. Уже сверху можно видеть, что пляж оборудован. Ну, частично, да, есть шезлонги, зонтики, раздевалки. Но я вот не вижу душевых. Конечно, желательно, конечно, с моря выйти и в душевую зайти. Ну вот, смотрите, сколько народу у нас на пляже в Пионерском. Народу вон справа вообще жесть. Вот там вообще максимальная концентрация. Учитывая, что в Пионерском всегда меньше отдыхающих, чем в Зеленоградске. Но про сегодняшний день я бы так не сказала. Прямо возле пляжа есть парковка. Мы обычно ставим машину подальше, пешочком проходимся. Вот, здесь, видите, прям даже посередине машины так ставят. Ну, много машин, парковка немаленькая. Тут какие-то деревянные сооружения. Знаешь, что скажу? Тут песок еще мельче, чем вот, например, мы были вчера в Балтийске. Здесь он вообще, не знаю, как на Мальдивах практически белый. Но другой, да, отличается. Кстати, через очки белее, а так он чуть коричневатый. Ну, очень приятно. Спасибо, спортсмены. Еще вот особенность конкретно вот этого места, вот этого пляжа, здесь в основном еще запах тины. Я не знаю, может... Ну, не сегодня. Может попозже, да, будет, может в июле или в августе. Но вот именно вот здесь никто никогда не отдыхает, потому что водоросли, ну, запах такой специфический. Поэтому сейчас нам повезло, но когда приедете, может, не повезти, не знаю. Ну, в целом, здесь пляж достаточно длинный. Прямо вот туда, вот, до заостровья. Резиденция президента. Там дальше будет. То есть это все вот пляжная полоса. Достаточно длинная. Дальше будет променад. Мы вам все это сегодня покажем. Пляжи, кстати, у нас все песчаные. У нас нет галечных пляжей. Здесь, смотрите, волейбольные сетки тоже натянули. Сапсерфинг предлагают. Тоже интересные такие развлечения, водные виды спорта. Это здорово. Кстати говоря, по поводу сапсерфинга. Это же правильно так называется? На других пляжах я не замечал этого. А здесь вот у нас есть. Правда, по ценам не знаю. Давайте попробуем узнать, что сколько стоит. В винтарном есть? Но на других пляжах у нас такого не найти. Добрый день, а подскажете, сколько стоит прокат? Есть ведь прокат и обучение. Прокат? Смотри, вот я пошел. Прокат 1000 рублей в час, обучение в зависимости от количества людей. Там от полутора в час. Вон девчонки побежали пробовать. Но это понимание уже в теме, в курсе, как это делать. Я, например, не умею. Мне надо, наверное, все-таки обучиться, поучиться. Останавливаться, если все равно. Тут, 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 ну да, да. Но там, я так понимаю, дело в равновесии, как я понимаю. Поэтому первый раз все-таки, наверное, надо с инструктором. Он вам все расскажет. А вот с инструктором сколько там? Полтора, полтора тысячи, по-моему, в час. Да. Вот. Он вас обучит, научит. И вот вдоль берега можно, кстати, классно покататься. Ух, как много народу, посмотри. А, обалдеть, просто. Да, народ сегодня дофига на пляже. Ну, пойдемте. Пойдемте посмотрим. Водичку. Вот они, курорты Калининграда. Балтийское море, красотища. Очень много народа. Вот так, как много народа, очень дофига. Так, ну здесь, смотрю, детей много. Девчонки уже поплыли на сапе кататься. Ну, я думаю, я не знаю. Давай, пробуй. Пробуй, сейчас попробуем, что там у нас с водой. Обувать? Да, 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 да. Сначала на сальду. Камбала, камбала, вон. Видишь? Вон, калкан мелкий. Видишь, видишь? Ну, вон, передвигается. Не видишь? Ну, уже все, не увидишь. Прикольно. Он такой маленький калканчик. Все, холодная? Что, все равно, я кажется? Или мне будет достаточно жарко? Говорит, холодная, но, судя по количеству людей, которые в воде, я думаю, я думаю, все нормально. Также за нами можно наблюдать в режиме онлайн с помощью наших инстаграмов. Ссылки на инстаграмы, как обычно, в описании. Там вы увидите все эти пляжи, все классные фотки с дрона. Так, ну здесь, я вам скажу, достаточно тесновато, как минимум. Сейчас водичку трогаю ногами. Ну, может, на пару градусов меньше, хотя... Не, ну, тут-то нормально. Ты подальше зайди по колено. Захожу по колено. Ну, как, ну, нормально, как бы искупаться можно. Я не могу сказать, что она ледяная. До 20 градусов. Мы сейчас пойдем там до спасательной, дойдем. Я думаю, там стенд будет, будет написано, сколько градусов. Не правда? Мрут? Ну, сейчас проверим. Я думаю, нормально. Ну, может, 18-19 максимум, до 20 градусов. Да не, ну, нормально, но все равно народу много сегодня, конечно. Это, ну, выходной день. Если в будний день приехать, конечно, будет раза в 3-4 меньше людей. Так что переживать над тем не стоит. Опять же, видите, здесь проблема в том, что надо достаточно далеко идти до глубины. Даже не знаю, не очень, конечно, кафорно так купаться. Да, вот запах отрасли появился. Ну, он такой мимолетный, но я его так назову. Вот лежаки, но я не вижу, где, как они продаются. Не могу понять. Но я не знаю. Ну, честно, вот не вижу. Не знаю. Может быть, там же, где и сапы, там же у них на нем спрашивают. Ну, может быть, да. Вот, да, непонятно. Заходишь на пляж, да, и не знаешь, к кому обратиться, куда подойти. Ну, я, наверное, знаю, как ты ложишься, а человек тебе подходит и уже озвучивает цифры. Наверное, так. Итак, вижу информационный стенд. Температура воздуха 31, температура воды 17 градусов. Но могу сказать так, что здесь в мелководье, и, скорее все, здесь она все-таки потеплее. Конечно, будет потеплее, я думаю. Ну, судя по людям, которые вот там подальше, для них, я думаю, абсолютно комфортно. Проблема в том, что там выход основной, центральный, и вот там, видите, основная часть людей, как бы, можно сказать, толпицы, что ли, не знаю, как правильно назвать. Ну, отдыхают, в общем, там. Хотя, видите, если чуть-чуть пройти, здесь уже прям свободно. Здесь, если я не ошибаюсь, насколько я помню, строят отель. Когда построят, не знаю, но, так понимаю, мы практически в самом центре пучины событий. Здесь могу сказать, что да, достаточно плотно. Хотя, если подальше посмотреть, ну, куда-нибудь туда, то там... Все равно лечь можно. Да, я вижу, что можно лечь. Поэтому стоя точно загорать не придется. Много людей в воде, много людей на пляже. Пляж широкий, видите, этим хорошо. Он и широкий, и длинный. Вот он, центральный выход на пляж. Там даже пиццерии, я смотрю, есть. Так что перекусить можно будет. Так, стройка там. Короче, стройка идет. И здесь вот, я думаю, максимальная концентрация людей. Ну, нормально, свободно. Причем то, что выходной, я говорю, нормально, абсолютно. Переживать не стоит. Людей очень много в воде, конечно. Но я бы подальше вот заплывал туда. Да даже вон, возле буйков люди стоят им по грудь. Так что здесь прямо очень далеко надо идти до глубины. Это отлично. В Зеленоградске, я думаю, людей намного больше. Примерно раза в четыре. Поэтому здесь вообще отлично, я считаю, нормально. Переживать сильно не стоит. Так что... Ну, мы же в Европе находимся, у нас можно. Ну, а с другой стороны, что стесняться-то? Ну да, и кого? Ну как, прогрелась, купаться идешь? Ну, мне кажется, что я готова была кушать. А что ты ждешь? Ну, не узнавая тебя. Нет, ты знаешь, что ждешь? Ждешь, наверное, очередь на вход в море, да? Нет. Нормально. Здесь как-то равномерно люди распределяются. Нет проблем. Даже в море там никто не толкается. Как это было, кстати, у нас такое. Ну, то ли в Сочи, то ли в Крыму, где-то вот в таких местах. Когда прямо в воде ты вроде можешь там куда-то отплывать. И в кого-то просто врезаться. Здесь пока что еще нормально. Но в Зеленоградске, я думаю, уже так. Пойдемте, проверим водичку. Что-то ветерок поднимается. Но я думаю, это даже плюс. Ну, не для меня. Я когда снимаю, мне вообще ветер не нужен. Эй, красотка, хорошая погодка. Ну как, потеплела вода? Да, потеплела вода. С 17, ну теперь 17,5 уже. И здесь, кстати, она попрозрачная. И песок мне здесь нравится. Он мелкий, классный песок. Вообще супер. А? Ну, сходи, посмотри, проверь глубину. Глубина, конечно, сами видите. По колено. Ну, как далеко уже ушла. Глубина по колено. Ну вот там вижу по грудь. Короче, до волнорезов. До конца волнорезов, если дойти, то хорошая уже глубина получается. Ну вот за что мне нравится пионер, так это песок. Песок здесь как... Песок. Песок, да. Тут мельче только на Занзибаре. Даже на Мальдивах не такой мелкий. Да, песок, конечно, классный. А, кстати, что позади тебя там? Что за глобальная стройка какая-то? Я так понимаю, она остановилась, да? Строили порт для того, чтобы могли причалить круизные лайнеры. Представляете, сюда можно было бы, было бы, если бы, все бы сделали бы. Тогда сюда могли бы, конечно, причалить круизные лайнеры. Я не знаю, хорошо бы это было или плохо, потому что, ну, вот сейчас пионерский, ну, такой классный, да? Достаточно уютный, сейчас хоть вроде много народу, но есть места. А что было бы с круизными лайнерами? Ну, я не знаю, представьте, сколько там человек? Тысяча или больше? Ну, это вот просто резко, хоп, толпа выгружается. Хотя, с другой стороны, конечно, это было бы интересное путешествие. А вообще, я бы с удовольствием бы сделала бы у нас, как, например, где мы видим, в Коктебеле, в Алане, ну, в Турции везде, в принципе, вот эти вот пиратские кораблики, чтобы была какая-то. Ну, здесь пускай это будет не для круизных лайнеров, а для кораблей, и морские прогулки, чтобы были, пожалуйста, отсюда, там, до Светлогорска. Но все-таки в Пионерске есть небольшая проблемка, это именно отели. Я вообще не помню, чтобы тут хоть один отель был. Но здесь все квартиры, апартаменты сдают, поэтому проблем не будет, если квартиру снять. Мне кажется, даже в некоторых случаях квартира лучше, чем гостиница. Квартиры можно готовить, тут продуктовые магазины, все эти супермаркеты, все есть, поэтому, я думаю, проблем нет по ценам. Даже не представляю, вот у нас часто спрашивают, какие цены и где лучше остановиться. Мы же сами, как бы, дома живем, поэтому у нас нет такой информации. Музыка. 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 а если пройти дальше то проблема проблема пляжа заключается в том то что он начинает сужаться сужаться начинает а людей меньше оттуда не становится и они уже начинают так более плотно друг другу лежать сейчас попробую до тут дайте покажу вам сегодня конечно воскресенье поэтому так много людей будний день намного проще вообще в пионерске намного меньше людей будний день в основном том что туристы зеленоград светлогорцы там конечно потоки огромные смотрите а здесь прям водичку прозрачная вон еду и мои ноги видны там резиденция президента нашего пляжа застроя там вода вообще будет абсолютно прозрачная попозже сейчас там полежим отдохнем и пройдемся тут а тут кстати вода еще и теплее вам скажу я сейчас ощущаю и тут вода ощущение что ну зато за счет того что мелко ну наверное градуса 21 22 скажу так здесь хоть пляж и ужин но здесь заметнее лучше здесь тепло тихо вода прозрачная и прям чувствуешь хоть что отдыхаешь там в постоянном напряжении находишь потому что очень много людей орут у кого-то музыка играет и такой небольшой хаос здесь такое знаете chill out зона музыка цены в кафе прям на берегу я считаю абсолютно адекватные там строганина что-то 400 рублей а какие-то еще я хочу ты не помню но это такое 200 300 до такие цены в целом это очень хорошие цены прям на берегу моря с видом на море можно посидеть я думаю сейчас мы это и сделаем и сейчас просто скинем вещи и пойдем дальше гулять показываем дальше пляж летний ритуал как хорошо я завидно тоже хочу дай мне ну вот она максимальная загрузка пляжа там сколько сейчас два часа воскресенье уже больше точно не будет людей половину уже наоборот уже уезжают ну так не знаю вроде нормально терпимо достаточно там и там смотришь да нормально людей ну вроде много кажется но когда начинаешь идти понимаешь что вместо абсолютно достаточно ты же хотела в ресторане поесть с видом на море я там и буду есть метод повезешь а ты вот фото ключей свой на что у тебя с лицом красная ну да сильно ну достаточно сзади меня кстати есть лифт но к сожалению он не работает и по моему если я не ошибаюсь даже никогда не работал ну я не помню что бы он зато построили да за построили он очень давно уже стоит но так и не запустили очень странно конечно что практически конструкция готова и лестница или ну вот мы дальше видите проходим здесь вообще практически никого нет вот этот узкий пляж но тем не менее слышите как тихо слышите да абсолютная тишина здесь намного приятнее отдыхать если вы чисто для отдыха я бы наверное сюда все-таки пришел здесь водичка прозрачнее и людей меньше и тишина такая прям очень хорошо верю своим глазам показывает 36 градусов 36 ребят у нас такие температурный рекорд на сегодня будет 17 вода а вот и тот самый парк про который говорили вам да фух тут такой такая прохлада тут градусов наверно на 7 на 8 может даже на 10 прохладнее сосновый лес такой да чувствуешь аромат какой нет такой прям вот очень вкусно пахнет прям мне нравится этот парк раньше это был лесочек тут были полярки все жарили чашлыки правда да 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 но это было очень давно лет двадцать назад когда я был маленький да я здесь дед жил и мы каждые ну как периодически летом приезжали это прям мои воспоминания с детства а здесь дорожка заканчивается там дальше начинается резиденция президент поэтому все дальше уже не противить он кусочек парка себе забрал но не знаю конечно обидно то что раньше парк то был в три раза больше в 4 сейчас ведь какой маленький но есть вот такая вот фото зона классная такие вот виды открываются народу сегодня конечно оттас оттас и и и и и и и и и Ну как, виды классные, да, у нас вообще? Да, здесь очень красиво. Мы сейчас еще дальше пройдемся по лесу. Вы увидите, тоже будем выходить на полянки. Ну, здесь такой обрыв достаточно высокий. Отсюда вот оно, пожалуйста, все море открывается. Красота! Заходим на президентский пляж. Правда, забор, конечно, у нашего президента подржавел. Интересно, он знает или нет? Смотрите, весь забор ржавый. Вообще, нехто сейчас рассыпется вот по этой части, и все, территория станет уже открытой. Доступна для всех других. Здесь, видите, классные пляжи. Народу вообще никого нету. Это воскресенье, вон, пару человек буквально лежат, кайфуют. Здесь вообще нашли участок, где, я не знаю, на 100 квадратных, не, на 300 квадратных метрах одна пара лежит. Ну, что я могу сказать? Президентский пляж абсолютно свободен. Смотрите, никого нет, никого. Вот он, резидентский президента выделили, а его нету. Приходится вот хоть чтобы кто-то, хоть пару человек. Представляете? Обалдеть, абсолютно, абсолютно. Вода какая. Прозрачная. Тут, мне кажется, отбелили ее, вернее, запрозрачнили. Красотища вообще. Вот это я понимаю, ребят. Безлюдный пляж в воскресенье, в пик самый, в 3 часа. Мне возле резиденции президента прям, конечно, очень хорошо тем, что абсолютная тишина. Это в воскресенье, в будний день тут вообще, наверное, никого не бывает. Места классные. Глубина здесь уже более-менее нормальная, тихая. Тот же белый песочек. В общем, мне здесь больше нравится. Единственное, тут проблема с сетью. Она тут почти не ловит. А сейчас мы примерно на границе Пионерского и Заостровья. Вот дальше уже будет Заостровье. Заостровье – это такой поселок, в котором тоже можно отдыхать. Ну, там как бы просто поселок. Я знаю, дома посуточно сдаются. Можно дом снять. Там, конечно, пляжи совсем другого уровня. Сейчас покажем. Но там проблема в том, что каменистый берег. Попадаем на пляже Заостровье. И здесь прям ощущение, что такая прям толпа людей отдыхает. Ну, как-то классно здесь тоже. Но ведь проблема в том, опять же, что-то у нас сегодня действительно какой-то отлив. Ну, как тут народу дофига. Достаточно много, наверное, людей. Да, очень много. Я даже не ожидал, что здесь будет так много людей. Потому что я думал, это вообще место мало кто знает. В основном-то так и есть. Но, как оказалось, видите, воскресенье – это не такое… Это не работает такая схема. В воскресенье у нас везде полно-полно народа. Так, а это вот основной подъем на Заостровье, на сам поселок. Нам как бы сейчас туда и надо. Сейчас немного по лесу прогуляемся. Вот такие вот шикарные пляжи Заостровья здесь. Ну, здесь прям природа красивая. Пейзажи такие. То, что надо. А если повернуть камеру налево, то можно примерно понять, откуда мы пришли. Это вон там. Весь основной поток отдыхает. Гуляем по лесу. Здесь целый палаточный город. Даже не городок, а целый город. Места, конечно, классные. Смотри, все в шишках абсолютно. Шишки, сосны. Красивые полянки, очень красивые. Причем, когда вот раньше мы здесь гуляли, ну, пару палаток за все время как-то вот я видела. А сейчас прям я такого еще не встречала. Тут по всему лесу, не только с этой, не только со стороны моря. И вот по лесу в целом в глубине, там тоже с огромными палатками. Прям огромные-огромные компании собираются. Ну, такие тут заходики есть на пляж, да? Полянки здесь. Можно спуститься, конечно, здесь опасный такой достаточно спуск. Как потом подниматься, я не знаю. Но зато народу нет. Цвет воды все-таки подкачал. Мы обычно сюда приезжаем. Она тут прям практически бирюзовая. Она такая темная, бирюзовая, красивая. А в этот четвертый раз как-то не очень. Ну, здесь еще заметно, что пляж чем плох, что вход. Вон камни, камни, камни. По всему берегу камни. Лес тут, конечно, сказочный. И вот эта территория лучше парка, кстати, даже в Янтарном. Я могу сказать, сто процентов. Реликтовый, таинственный. Вьющийся, кстати, немного. Да, вот она, вторая курская коса, танцующий лес. Шок-контент. Я нашел пляжи Сочи в Калининграде. Такая песчано-галечная. Баклана. Атмосфера, да. На каждом, на каждом этом, по баклану сидит. На каждом камне. Ну да, прикольно. Дошли до бухточки. Здесь такое вот красивое место. Но запах, конечно, здесь стоит соответственно, потому что вон тина. И она как будто бы уже перегнивает. Стоит здесь, да, вся вода, но живописное место все-таки здесь. Очень хорошо. Отсюда, кстати, виден Зеленоградск, видно колесо обозрения. Вот тот вот берег. Вот я и говорю, поэтому морские прогулки были бы актуальны. Совсем недалеко. А если перевернуть камеру, что там? Частный сектор. Давным-давно это вообще никак не ценилось. Как бы, ну, просто частный сектор какой-то. Вообще тут землю можно было купить за гроши. Представляете, прямо здесь встретились с подписчиком, посидели в кафе, поболтались, пообщались и идем обратно. Мне понравился вот этот бар. Очень колоритный. Кустое кофе, кстати, была и сладом и выпили. Замечательно. Есть даже перехотелось. Пойдемте обратно, да. Время 5 часов, людей не убавляется, мне кажется, даже прибавляется. Дневная смена уехала, приехала вечерняя смена, людей очень много. Ну, как раз, знаете, комфортная погода такая, уже рыдикой нет, класс. В обратную сторону решили прогуляться по пляжу. Погода прям супер-супер классная. Мне нравится. И я думаю, что ближе к вечеру водичка становится теплее. Потому что там с утра приехали, прям вот чувствуется, что как минимум на пару градусов она стала потеплее. Прям вообще максимально комфортно и искупаться, и просто полежать, и загорать. Солнце уже не палящее. Поэтому после пяти, с пяти до семи, мне кажется, самое такое комфортное время для релакса. Уже вечереет, но я смотрю, люди не собираются еще пока что даже уезжать. Представляю, какие пробки, конечно, начнутся. Но людей прям кишит. Много-много-много. Вот это да! Мне кажется, в первой половине даже было меньше людей, чем сейчас. Ощущение, что их еще подсыпали как будто. Потому что люди умные. В самый солнцепек не все идут загорать, как некоторые. Ну, может быть, да. Ну, прям, конечно, даже в Пионерске сегодня очень много людей. Да, здесь прям очень плотно, я вам скажу. Очень даже. Да, вот после тех мест, откуда мы сейчас пришли, здесь, конечно, ощущение, что прям тесно. Конкретно тесно. Да, возможно, даже еще больше. Только посмотрите. Не, ну, конечно, вот видите, у нас пляж все-таки, я думаю, нормальный. Хорошие пляжи. Да, мы ездили в Сочи, в Крым, да, там, конечно. По контингенту, кстати, отдыхающих, ну, раньше считалось, ну, как считалось, более популярен был Пионерск у пенсионеров. Или Пионерск, Пенсионерск. На самом-то деле здесь отдыхают все. Очень много людей с детьми. Кстати, прям детворы полным-полно. Но, ну, удобно, потому что сейчас мелко здесь. Ну, и в целом здесь и дамочки, и одинокие, и не очень. Мальчишки разные есть симпатичные, так что, в принципе, пионерский пляж подходит для новых знакомств. Думаешь? Ну, кстати, вот, да, если посмотреть, девчонок много лежит. Так что те ребята, которые приезжают, можно это не зазнакомиться. Вон рассадник целый. Я думаю, сегодня людей разгонят либо дождь, которого не предвидится, либо темнота, которая наступит не скоро. Обалдеть просто. Ну, прям сегодня уникальный день. Хоть на улице и не жарко, всего лишь, по-моему, 34 сейчас показывает, но, судя по моему лицу, ощущение, как будто действительно прошел в дождь. Как бы не жарко, но чувствуется, чувствуется 34 градуса. Хотя, если ветерок подбывает, сразу же ощущение, что, ну, 25 максимум. В этом температура абсолютно комфортная для отдыха. Никакой супер палящей жиры у нас нету. Это огромный плюс. И вечером загораем вот в такое время суток, то есть, да, сейчас где-то полшестого. После четырех часов, если вы загораете, ваш шанс сгореть сводится прям к минимальному. Надеюсь, то, что сегодняшнее видео понравилось. Вы поставите лайк, а на сегодня мы завершаем наше вещание. Всем пока, увидимся.